Итак, всем здрасте, товарищи Гомарджоба Генацвали, и приветствую всех поклонников Хвичи Кварацхелии, который недавно получил определенную критику в свой адрес, причем, знаете, беда пришла откуда не ждали. Хвичи всегда, мне казался, абсолютно таким, знаете, романтичным футболистом, влюбленным в футбол, который вот без всяких боковых и поперечных мыслей просто хочет добиться победы, добиться победы честным путем, для него честно заработанные очки, честная победа – это самое-самое главное, что есть, поэтому он не меркантильный футболист, поэтому он в первую очередь влюблен в саму игру и так далее. То есть такой приятный и достаточно красивый медийный образ. Но вот сейчас появилась, ну скажем так, определенная волна негатива в адрес Хвичи, дескать, он чуть ли не симулянт. Что, дескать, в матче против Ромы он действовал слишком театрально, слишком картинно и все в этом духе, падал не там, где нужно. И, в общем, это, наверное, первый случай, когда Хвичи настолько серьезно пытаются обвинить в каком-то симулянстве или в какой-то театральности при падениях. Давайте это обсудим, потому что ситуация, на мой взгляд, предельно абсурдная. И вот эти попытки дополнительно поддеть Хвичу на фоне общекомандного кризиса Наполи, они выглядят, мягко говоря, странно. Но сперва хотелось бы сказать, что у меня появился еще один канал на Ютубе под названием Бифо, на котором я буду делать прогнозы на матчи российского чемпионата, а также зарубежных лиг. Ну и, разумеется, здесь же будут видео и о европейских турнирах, Лиге чемпионов, Лиге Европы и так далее. Контента тут будет много, я регулярно выпускаю видеопрогнозы, так что, если вас интересует эта тематика, если вас интересуют, какие коэффициенты и какие тоталы выбираю я, то проходите по ссылочке в описании на Ютуб-канал Бифо. Итак, касательно самого Хвичи, я думаю, здесь двух мнений быть не может, игра против Ромы вышла для него не самой удачной. Да и, в общем-то, Наполи в этой встрече откровенно провалился. Ну и один из методов сдерживания Хвичи в этой встрече со стороны римского клуба, это было откровенное хамство. Это уже даже нельзя назвать какими-то футбольными жесткими приемами, там были отмахивания, там были фолы на грани удаления даже в некоторых эпизодах, и желтые карточки игроки Ромы получали за фолы на Хвичи. Поэтому здесь, ну, говорите, какой-то картинности, наверное, неуместно. Судья, наверное, все видел, а если даже не видел, есть вар, повторы и все остальное. И если бы там было что-то картинное, наверное, дали бы желтую Хвичи за симуляцию. А не Кристенсену, тому же самому, который отмахивался от Хвичи и откровенно нарывался там, возможно, и на удаление. Поэтому здесь, ну, с точки зрения того же самого судейства, ну, вот как-то, получается, не было никакой картинности. То, что Хвичи часто падал, ну, это, наверное, обусловлено тем, что он один из самых ярких дриблеров Европы. Он часто берет игру на себя, часто берет, скажем так, инициативу в свои руки, идет в обводку, и в такой ситуации его очень часто пытаются сдержать фалами. Поэтому стоит ли удивляться, что он часто падает? Это не его вина, это его беда, если хотите. Особенно, когда мы говорим о Роме, Жозе Мауриньо, который работает максимально жестко, а где-то даже грязноват. Ну, и тем более сейчас, в той ситуации, когда у Наполя огромные проблемы с командной игрой, когда взаимодействие не налажено, когда комбинации не идут, и когда звезды, вроде Хвичи, пытаются в одиночку спасти команду своими индивидуальными действиями. Стоит ли удивляться, что на нем часто фалят, и что он часто падает на газон? Но здесь, ну, вот, пожалуйста, идут такие претензии. Как-то расценивать? Ну, очевидно, что это очередная такая болельщицкая тема. Когда фанаты той же самой Ромы пытаются как-то поддеть игрока соперника. Получается, мне кажется, не совсем уместно, потому что, опять же, какие могут быть претензии лично к Хвичи? Да никаких. Он здесь абсолютно правильно тянул игру на себя, потому что у команды не шло, а вот то, что соперник себе позволял, ну, это за гранью добра и зла, на мой взгляд. Тем более, если уж мы говорим о судействе, о том, что свистели фалы на Хвичи, ну, вы понимаете, в этом матче сложно было обвинить судью этой встречи в том, что он как-то подсуживал Наполе. И как-то помогал неаполитанцам и свистел что-то лишнее в пользу этой команды. Потому что, вы меня простите, судья в этой встрече удалил двух игроков как раз-таки неаполитанского клуба. И ни одного не удалил в Роме. Хотя поводы, на самом деле, там все-таки были. Так что здесь, если бы судья действительно заметил какое-то симулянство от Хвичи, он бы точно дал желтую или показал бы что-то еще. Так что здесь просто какое-то эмоциональное давление на одну из главных звезд итальянской серии А, которая достаточно типична для их вот этой итальянской футбольной культуры. Троллить, чем-то подкалывать, выводить из душевного равновесия на фоне игрового кризиса Наполе. Этим итальянцы всегда славятся. Тут, скажем так, определенная ненависть к суперзвездам, она всегда присутствовала. И Баджу многие ненавидели, и даже Зидана, казалось бы, абсолютно позитивную фигуру, и многих других. Здесь, ну, такая вот, знаете, немножко едкая болельческая культура, поэтому тут удивляться подобному не стоит. А говорить о каком-то симулянстве, ну, это детский сад, простите. Особенно учитывая то, насколько жестко сейчас работают против Кварацхелии. Прекрасно понимая, что он является, ну, скажем так, одной из немногих таких палочек-выручалочек, которые может спасти Наполе в их дерьмовой, ужасной, кризисной ситуации. И все понимают, закроешь Кварацхелию, закроешь большую часть вот этой атакующей мощи Наполе. И этим просто пользуются. Продолжение следует...